В 2016 году в службе занятости села Визирка не зафиксировано ни одного безработного. И это понятно. На территории села работают крупнейшие в районе предприятия. Хорошая новость. Скоро на ТИСе появятся новые вакансии. Здесь полным ходом идут работы по строительству парка Причальный, открытие которого планируется к концу 2016 года. Группа компаний ТИС – одно из бюджета образующих предприятий Коминтерновского района. Являясь крупнейшим налогоплательщиком, ТИС также является одним из главных работодателей на этой территории. Более 4 тысяч жителей района работают на предприятиях группы компаний ТИС. Здесь имеют стабильную работу и регулярную зарплату жители небольших деревень и поселков, где других источников дохода зачастую просто нет. Поэтому для многих семей в Коминтерновском районе экономический рост родного предприятия вселяет уверенность в завтрашнем дне, который так не хватает сегодня многим украинцам. В настоящий момент группа компаний ТИС стабильно развивается. Наибольшее развитие компания Трансинвес сервис сейчас осуществляет в плане строительства новых железнодорожных мощностей. В частности, в прошлом году мы выполнили основной объем работ по расширению приема отправочного парка станции химической, так называемого парка А. В прошлом году мы начали парк Причальный. Это отдельный парк, расположенный в основном на территории ТИС-контейнерный терминал. Этот парк позволит увеличить обработку вагонов мощностями как контейнерного терминала, так и терминала ТИС-уголь. Здесь за моей спиной вы видите, мы строим так называемый парк Причальный, что позволит нам создать настоящий транспортный узел, куда может приходить и обрабатываться большее количество вагонов, чем мы обрабатываем сейчас. Сейчас мы обрабатываем около 1200 вагонов в сутки. Это тоже очень немалый показатель, серьезный показатель. На данном этапе уже построено, вот то, что мы видим, порядка 6 километров железнодорожных путей. При полном завершении строительства парка Причальный будет порядка еще и всего построено, порядка 15-16 километров железнодорожного полотна. Обычный подъездной путь, он позволяет железнодорожному вагону прибыть к месту разгрузки. Таким владеют многие причалы и порты. Сегодня, благодаря инвестициям в собственное предприятие, ТИС построил полноценную железнодорожную станцию с разветвленной сетью подъездных путей, что позволит значительно увеличить грузопоток и создать сотни новых рабочих мест. Это стабильная работа, это стабильные инвестиции, которые уходят не за границу, а остаются здесь. И, конечно, рядом с таким развивающимся гигантом, которым является группа компаний ТИС, как грибы после дождя растут новые предприятия и компании. Мы сейчас развиваем железнодорожную станцию, мы строим сейчас терминалы. Партнер наш, например, строит зерновой терминал здесь. Рядом с нами МВ Карго строит, которая сотрудничает с нами, строит зерновой терминал с компанией Каргел, знаменитая компания американская, крупнейшая частная американская компания. Идет такое развитие. Мы хотим рядом строить индустриальный парк, уже мы начали предприятие привлекать сюда. Важной составляющей деятельности ТИСа является развитие инфраструктуры в селах Коминтерновского района, а также помощь социально незащищенным жителям. Для этого уже много лет назад был создан специальный фонд помощи, который сегодня называется именем Алексея Ставницера, одного из основателей группы компании ТИС. Все наши предприятия стараются этот фонд пополнять, потому что мы понимаем, что там, где мы живем, должна быть рядом социальная программа. Я уже говорил много раз, что бизнес должен иметь какую-то социальную ответственность, потому что если он ее не имеет, то происходит огромная дистанция между полями. Одни богатые, а другие совсем бедные. Олег Джумберович уверен, что работа – это не единственное, чем живет человек. У многих есть семьи и связанные с этим заботы. Если у работника налажен быт, дети ходят в хорошую отремонтированную школу или детский сад, а поселок радует качеством дорог, есть газ, свет и вода, то такому человеку и работает легче, и толку от такой работы больше.